Холковский сполох, так называется Чернянский фестиваль казачьей культуры. Слово сполох имеет два значения. Первое мрачноватое, тревожный звон, набат, а вот второе более позитивное, суматоха, переполох. Съемочная группа Мира Белогорья убедилась, что третий фестиваль полностью оправдывает свое название в смысле шума, веселья и праздничного настроения. Секреты казачьей ухи и многое другое в нашем следующем сюжете. Не послал, не бойся, девчина, я так не пойду. Владимир Демченко из Воронежа весь день не выпускал гармонии за рук. Щедро делился со всеми своим запасом добрых казачьих песен. В Холки он приехал впервые. Благодать Божья здесь, монастырь, троица, всех с праздником. Праздники, которые объединяют нацию, всегда нужны. Надо вспоминать корни, молиться о сваду Богу, и тогда все будет хорошо. Новоскольские станичники пригнали ранним утром в Холки целый табун лошадей. Орловскими рысаками смогли полюбоваться все гости фестиваля. Она понравилась мне, что она спокойная, такая добрая. Тут же рядом станичники разбили свой лагерь, где готовили настоящую казачью уху. Здесь рыба, картошечка, бульон. И, естественно, здесь добавляется полено березовое. Сейчас, когда этот процесс закончится, березовое полено, обугленное, добавляется сюда, чтобы уха пахла дымком. На праздник приехали и народные умельцы. Выставка города мастеров удивляла собравшихся красотой и оригинальностью изделий. Как произведение искусства выглядели и троицкие венки на головах участниц фольклорных коллективов. Были тут привычные из цветов и веток и необычные из кленовых листьев. В фестивале казачьей сполох песни звучали не только на сцене. Можно считать еще один рекорд для книги Гиннесса. Правда, никем не зарегистрированы. Тысячи песен за несколько часов. Казачьи песни – обычаи и традиции. Что же такое быть настоящим казаком? Это состояние души. Это и семья, это и христианство, православие. И, в общем, многое, что связано с самого доброго, самого хорошего, традиционного, именно русского, казачьего. Ну и, конечно же, настоящий казак умеет великолепно ездить верхом. Показательное выступление закрыло программу фестиваля. Следующий холковский сполох пройдет здесь в 2017 году. Елена Глотовская, Сергей Самленский. Новости мира Белогорье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова